ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обязательно смотрите до конца, не забудьте поддержать данный видос лайком, ну а мы начинаем. И первое, что мы с вами рассмотрим, ребятки, это, конечно же, костюмчик за ранг золота 18 сезона. Костюмчик, в принципе, выглядит более-менее нормально, я его даже ранее показывал в утечках, ребятки, если вдруг пропустили, постараюсь оставить здесь вам подсказочку. Костюм выглядит очень даже неплохо, со спины тоже выглядит годно, у него есть там эмблема в честь юбилея, потому что не забывайте, что приближается третий юбилей PUBG Mobile, это будет, конечно же, уже в 18 сезоне, ну и, в принципе, много скинов, включая ранговые, будут у нас именно в эту тематику, то есть тематику третьего юбилея. Окей, с костюмом разобрались. Я говорил, кстати, в видосе с утечками, что было бы круто, если бы маска подходила под этот костюмчик, была бы именно такой же тематики, а не какая-то токсичная, да, там никаких перьев и так далее. И, в принципе, ребятки, они не подкачали, масочка подходит идеально под этот сет, вы видите ее прямо сейчас. Тематика, в принципе, та же, как и у костюма, цвета тоже те же самые, просто, чтобы вы понимали, чего я боялся, я боялся, что будет, допустим, головной убор, как это у нас было с плотвой, да, все ее знаете, не помню это в каком было сезоне, но все же, в этом сезоне, ребятки, в 18-м, нас ожидает очень даже неплохой головной убор. Окей, с костюмом разобрались, с головным убором разобрались, теперь, ребятки, что? А теперь у нас награда за ранг алмаз, то есть скинчик на оружие, который нас ожидает в 18-м сезоне за ранг алмаз. Ну и, в принципе, ребятки, неожиданно, это ДП, да, да, ребятки, это скин на ДПшку. Выглядит он вот таким вот образом, в принципе, цвета очень даже прикольные, если честно, мне скинчик очень даже понравился, конечно же, он будет в честь третьего юбилея, как без этого, но, я снова же повторюсь, меня радует то, что здесь не какие-то токсичные цвета, да, или рисунки, а именно скинчик, с которым, в принципе, не стыдно погонять. Вот прям напишите в комментариях, ребятки, понравился ли вам скин, во-первых, и, во-вторых, рады ли вы, что именно скин на ДП нас ожидает в следующем 18-м сезоне за ранг алмаза. Я, в принципе, если честно, очень даже доволен, потому что у меня скинчик на ДП только есть из Роял Пасса, да, который мы получали, там, я, в принципе, с ними гоняю ДПшку, как вы знаете, я часто юзаю, там, 4х поставил, и, конечно же, можно разваливать врагов. Окей, с наградой за ранг алмаз мы разобрались, идем дальше, и дальше нас, ребятки, ожидают, что награда за ранг ас. Ну и, как вы знаете, за ранг аса, да, мы получаем всегда скинчик на парашют, и будет выглядеть он вот таким вот образом. Сразу скажу, скинчик нормальный, он, в принципе, подходит под тематику и самого костюма, да, за ранг золота, и, в принципе, к ДПшке он подходит, но, если честно, такое, средненькое. То есть, да, выглядит он годно, неплохо, но средненько, даже вот эти циферки С18, они очень плохо читабельны. Я не знаю, почему их сделали именно таким образом, да, если честно, на мой вкус, можно было бы сделать чуть-чуть по-другому. Ну, а так, в принципе, очень даже неплохой скинчик для коллекции, конечно же, обязательно будем его забирать. Ну и последняя ранговая награда, это, конечно же, рамочка, да, которую все получают за ранг завоевателя. В принципе, здесь никогда ничего нового нету, рамочка та же самая, просто циферки меняются внизу. Окей, с ранговыми наградами мы с вами разобрались, но это еще не все, ребятки. Теперь мы переходим с вами к разбору новых достижений, которые нас ожидают в 18 сезоне. Ну, а потом я вам покажу еще одну интересную функцию, которая нас ожидает в обновлении 1.3. Во-первых, насчет достижений, ребятки. Во-первых, нас ожидает новое достижение, связанное с картой Каракен. Если вы вдруг не в курсе и пропустили обзор обновления 1.3, вот вам подсказочка, да. Но, все же, если вы вдруг не в курсе, ребятки, нас ожидает новая классическая карта Каракен. И для выполнения этого достижения вам нужно взять 50 раз топ-1 на этой карте. Но, ребят, это еще не все. Разрабы обновили достижение мифическая мода. Как вы знаете, до этого, чтобы получить титул, вам нужно было собрать 50 мификов у себя на аккаунте. Но, ребятки, как вы видите, они обновили данное достижение. И теперь, чтобы получить новый титул, вам нужно будет собрать 200 вещей мифического качества. 200, Карл! Я не знаю, сколько нужно донатить в эту игру, ребятки, чтобы накопить 200 скинов мифического качества и выполнить данное достижение. Даже у того же Азимова нету столько мификов. Вы сами понимаете, насколько это сложное будет именно само собой достижение. За него, как вы видите, дают 80 целых очков. Ну и, в принципе, как я уже сказал, новый титул. Пока что, как будет выглядеть новый титул, нет информации. Ну, просто там, как вы видите, иконка старого титула. Но, все же, ребят, 200 скинов мифического качества. Это, не знаю, что-то с чем-то. Не знаю, как разрабы додумались до этого, но вот такое вот достижение, ребятки. Окей, с достижениями разобрались, ребятки. Но это тоже еще не все. Теперь я хочу вам показать одно из нововведений, которые нас ожидают в обновлении 1.3. Это нововведение можно увидеть у нас в лобби. И находится оно вот здесь, в левом углу. Посмотрите, называется она музыка. Да, ребятки, посмотрите, вот в левом углу. Ну, если мы нажимаем на эту кнопочку, у нас открывается вот такой вот проигрыватель. Если нажимать, то изначально появляется W, как вы видели, да? То есть это знак Алана Уокера, я так предполагаю. И, возможно, нас ожидают больше именно треков именно в этом списке. Но пока что здесь есть только трек, который у нас добавляли вместе с всадниками апокалипсиса, помните, да? Я его, в принципе, включать не буду, авторские права и так далее. Но все же, во-первых, ребятки, у нас будет возможность слушать музыку в игре. Кстати, вчера на эту тему делал пост у себя в Телеграм-канале, если вы вдруг не подписаны, ссылочка в описании. И многие говорили, что было бы хорошо, если можно было бы добавить свою музыку. Также здесь есть кнопочка, на которую мы с вами нажимаем, и мы можем приобрести альбом, ребятки. Вот, Music Shop, то есть магазин музыки. Мы здесь можем купить какой-то альбом в игре. Я не знаю, как это будет работать. Я не знаю, для чего вообще это добавили. Но это что-то интересное, такого я еще не видел. Также можно будет подарить альбом. Я не знаю, каким образом, снова же, возможно, за те же самые UC-шки, да? В принципе, возможно, мы узнаем при следующем обновлении бета-теста. Потому что, как вы знаете, бета-тест все обновляется и обновляется. И, надеюсь, туда добавят больше информации. Потому что, в принципе, здесь есть кнопочка информации, да? Вот в правом углу наверху. Но если нажать на эту кнопочку, тогда у нас появляется вот такой вот текст. Переводить я его не стал. Ну, в общем-то, интересная тема и интересная фишечка. Ее добавят, как я уже сказал, вместе с обновлением 1.3. Кстати, пишите в комментариях, как вам вот такое вот нововведение. Нужно нам такое или нет? На этом, в принципе, ребят, видос заканчивается. Если он был для вас интересным, он вам понравился, обязательно влепите лайкосик. Также напишите комментарий с четырех слов для продвижения данного ролика. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видосики. Ну, а с вами был Dream. Всем топ-1.